Приветствую, братья и сёстры! Мы сегодня... У нас по тексту такое место, очень важный переход будет. То есть когда мы читаем Евангелие, вот от Матфея мы читали, мы уже 20 глав прочитали, то в этих 20 главах записано три года земной жизни Иисуса Христа. И у нас вот ещё 8 глав остались. Так вот в этих 8 оставшихся главах записана одна неделя. То есть одна неделя. То есть понимаете, да, что очень сильная перемена сейчас будет. 20 глав три года, да, и 8 глав одна неделя. То есть совершенно другой ход времени будет, важность событий. То есть вот в таком месте мы сейчас будем находиться. У нас ещё осталось одно событие вот этого длинного периода. То есть мы прочитаем остаток 20 главы, а потом перейдём к 21. И я сейчас прочитаю из 20 главы, с 29 стиха. «И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идёт мимо, начали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать. Но они ещё громче стали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» И Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся глазами их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. У Марка записано имя одного из этих слепых, записано, что его звали Вартимей. Вообще вот это чудо, когда человек слепой прозревал, это самое частое чудо, которое совершал Иисус Христос. Вот в Матфея пять раз он записан об этих чудесах, другие евангелисты ещё другие случаи добавляют. И реально это самое частое чудо. Почему так? Потому что слепота – это такой ясный библейский символ. Он и в Ветхом Завете очень часто используется для того, чтобы показать реальное духовное состояние человека. Что человек, грешный падший человек, то есть все мы, без исключения, все находимся вот в таком состоянии. Мы все нуждаемся в том, чтобы, как вот этот Вартимей сказал, Господи, чтобы открылись глаза наши. То есть это состояние людей. И каждый раз, когда Матфей записывал о таком чуде, о прозрении, потом было видно, что и людям что-то открывалось. Не только этому слепому глаза открывались, но и люди, которые вокруг им, тоже что-то открывалось об Иисусе Христе. Поэтому, когда мы вот это чудо видим, то есть люди идут к Иерусалиму, они выходят из Иерихона, то это не только у этого человека, у Вартимея и у его товарища проблема, чтобы глаза открылись. Это у всех этих людей проблема. То есть они идут, и они все нуждаются, чтобы у них глаза открылись, чтобы они что-то увидели в Иисусе Христе. Не просто, что это учитель, что это мудрый человек, что чудеса через него совершаются, но что-то большее, чтобы увидели. Иисус открывает глаза Вартимею, второму слепому открывает. У большинства людей, у народа израильского после Пятидесятницы глаза откроются на Иисуса Христа. Но у апостолов, у учеников, они уже больше знают, они уже что-то видят. То есть в этот момент, когда они начинают восходить в Иерусалим, они уже что-то больше, чем остальные знают об Иисусе Христе. У них уже глаза как бы открыты. То есть он позаботился о них. То есть вот в преддверии Страстной недели, потому что вот эта неделя, они поднимаются в Иерусалим, и там предстоит неделя, Страстная неделя. Там страшные события будут происходить. Там много им нужно будет пережить. Так вот он их подготовил, он позаботился. Мы сегодня будем вспоминать День Отца. Так вот, то, что сделал Иисус Христос для своих учеников, для апостолов, это тоже вот эта забота отцовская, что он не просто их как бы бросил в огонь, а он подготовил их. То есть он сделал так, чтобы они были способны перенести все вот эти испытания. Чтобы понять, как же он их подготовил, нужно вспомнить, каким образом начиналась вот эта вот дорога в Иерусалим. Потому что если посмотреть на жизнь Иисуса Христа, то несколько периодов есть. И вот этот вот последний период, о котором мы в последнее время читали, это от горы Преображения путь к горе Страданий, к горе Голгофа. Когда они поднялись на гору Преображения, это был примерно октябрь. Там есть упоминание, что это преддверие праздника Кущей. И вот это от октября до апреля, это примерно полгода до Пасхи. Что же было за этих полгода? Когда они были в дороге, вот на гору Преображения, Иисус первый раз открыл, что же будет с ним. То есть первый раз сказал о своих страданиях ученикам. Это в 16 главе записано, 16-21. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим. Поэтому вот и считается, что это начало пути к Голгофе. Должно идти в Иерусалим. Много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, быть убиту и в третий день воскреснуть. И после этого записана реакция, каким же образом ученики на вот эти слова Иисуса отреагировали. Ясная реакция написана. Петр начал прикословить. И понятно, что это не только его личный порыв. Петр всегда выступал как представитель других учеников. То есть и другие ученики, может быть, не на словах, но в душе они точно так же отнеслись к словам Иисуса. То есть они прикословили, они были против этого. Что же дальше было? Когда они спустились с горы Ермон, они вернулись в Галилею, и там Иисус второй раз говорит о страданиях. Это уже в 17 главе записано, 17-22. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им, сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет. И записана опять реакция учеников. И они весьма опечалились. То есть перемена происходит. Сначала они прикословили, здесь они уже не прикословят, но они опечалились. Они опечалились. Что же дальше? Через какое-то время они из Галилеи уже двинулись в Иерусалим. Мы в 19 главе читали, 19-1. Когда Иисус окончил Словасии, то вышли из Галилеи и пришли в пределы иудейские, азерданской стороной. Это дорога, они по этой дороге шли. И мы читали, там Иисус много учил их, там сказано много притч, там ему задавали вопросы, он отвечал на них. И когда мы вспоминаем эти события, нам нужно понимать течение времени, то есть как это все происходило. Потому что вот у нас есть первый ориентир, октябрь. То есть когда они были на горе Преображения, это праздник Куща, это октябрь. И вот сейчас события развиваются, то есть вот эти течения времени происходят. Так вот, надо понимать, что до Пасхи еще достаточно много времени. То есть даже не быстро, если идти не быстро, то до Иерусалима можно было из Галилеи и дойти за две недели, это не быстро. А на самом деле еще несколько месяцев. Так вот, если внимательно смотреть на Евангелие, то видно, что когда Иисус с учениками вот заранее вышел из Галилеи, а потом Он пришел в Иерусалим, то это Он еще не на Пасху пришел, а пришел на другой праздник. И записано, что это за праздник. То есть на самом деле Иисус, выйдя из Галилеи, не дожидался Пасхи, а Он пришел немножко раньше. И написано у Иоанна 10,22, настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. Праздник обновления, еще по-другому называется, Ханука, это конец декабря. То есть, выйдя из Галилеи, Иисус пришел в Иерусалим в конце декабря. Что там было? Он исцелил слепорожденного человека, и потом фарисеи устроили разбирательство, потому что это в субботу было. И в конце концов дошло до того, что они решили убить Его. Побить камнями, уже искали схватить. И тоже у Иоанна записано, 10,39. Опять искали схватить Его. Но Он уклонился от руки и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Что произошло? Окончательное отвержение. То есть, в Иерусалиме власть, религиозные люди, храм, синедрион, фарисеи, они окончательно отвергли Иисуса Христа. Он возвращается за Иордан и находится там, пока не заболел Лазарь. Помните, кто такой Лазарь? Это друг Иисуса Христа. Он дружил с ним, дружил с его сестрами. И когда Лазарь заболел, сестры послали за Иисусом. Они знали, где он находится, что это недалеко, что это пару дней всего лишь. Они послали. Там эта история записана. И самое главное, в этом месте записано состояние учеников. В прошлый раз Алексей Леонидович тоже вспоминал этот факт. Записано состояние учеников. То есть, как оно развивалось? Помните, что сначала они прикословили, потом опечалились, а теперь мы видим следующее их состояние. Это Иоанн 11, 16. Записано. Фома, называемый Белеснец, сказал ученикам, пойдем, и мы умрем с ним. То есть, когда Иисус сказал, что мы сейчас опять возвращаемся к Иерусалиму, то есть, вот состояние учеников. То есть, это уже, можно сказать, отчаяние. То есть, сначала они прикословили, потом они печалились, а сейчас они в полном отчаянии. То есть, они понимают, что если они пойдут к Иерусалиму, то скорее всего, ну, не скорее всего, а они верят, что уже точно их там убьют. Он говорит, пойдем, и мы умрем с ним, с Лазарем. Что дальше происходит? Они идут за учителем. Тоже мы на прошлом уроке слышали, что когда они шли, они шли сзади, они шли молча, они шли подавленные, то есть, они в ужасе шли. Но когда они пришли, что они видят? Они видят великое чудо. Иисус воскрешает Лазаря. Всего лишь три слова. Лазарь и Дивон. И вот умершие выходят. То есть, тело, которое уже было тронуто разложением, оно ожило. То есть, Лазарь ожил. Это великая победа. То есть, это уже первый проплеск Голгофской победы. В Библии написано вот такое восклицание, смерть. Где твоя жала? Ад. Где твоя победа? Потому что Христос воскрес. А сначала Лазарь воскрес. И вот когда ученики увидели, это уже тоже коснулось их. Когда мы о нашей вере рассуждаем, когда мы вспоминаем Евангелие, то сама суть Евангелия, то есть, центр Евангелия, это то, что Христос умер за грехи людей. То есть, Он заплатил за грех каждого человека. То есть, Он умер, а потом воскрес. И в этом победу, Он победил смерть. Когда мы приходим ко Христу, мы видим Его распятого. И что с одной стороны, вот этого Хреста Голгофского, с одной стороны, человек приносит свой грех. Его Христос берет на себя этот грех. С одной стороны, человек ожидает наказание, то есть, он должен быть наказан за грех. И вот это наказание Христос тоже берет на себя. А что же с другой стороны Хреста? А с другой стороны Хреста уже прощение и милость Божия, и все благословения, и жизнь вечная. И вот это вот все, что с другой стороны Хреста, одним словом можно назвать. Вот это и есть воскресение. Когда это произошло, оно коснулось учеников. То есть, они вот эту силу на себе ощутили. Они увидели, когда они пришли ко гробу Лазаря, они увидели своими глазами, что сделал Иисус Христос. И вот эта вот сила, она возродила их. То есть, она убрала их страх. Она убрала все их сомнения. Она воодушевила их. Вот именно эта сила, она будет держать их в Иерусалиме. Когда Христос умрет, вот именно эта сила удержит их три дня до Его воскрешения. Если бы не было воскрешения Лазаря, то мы не знаем, что бы сделали ученики. Но точно у них не было никаких сил пережить в эту страстную неделю. То есть, вот таким образом, Иисус позаботился и подготовил своих учеников к тем испытаниям, что им нужно преодолеть. Что дальше происходит? Потому что, когда мы читаем о воскрешении Лазаря, то нужно понимать, что от этого места до Пасхи еще около месяца. Потому что, опять же, у Иоанна вот так записано, ориентир записан. Иоанна 11,55. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Иудеи на Пасху начинали приходить за месяц. Потому что у них была определенная жизнь религиозная, были обеты, были какие-то... И поэтому они начинали за месяц. И когда вот это есть упоминание, что приближалась Пасха иудейская, мы можем сказать, что примерно еще месяц до Пасхи. Когда мы... Вы заметили, что я постоянно обращаюсь к Евангелии от Иоанна, и такой вопрос может возникнуть, насколько... Для чего это нужно? Потому что, если мы... Вот наш текст берем, Матфея берем, который мы сейчас изучаем, то там нету, там не записано о воскресении Лазаря. Но то, что здесь не записано, это не значит, что эти люди, то есть Матфей и его современники, они как бы не понимали этого. Есть такой древний принцип, это на латыни я скажу, «Viva vox plenius». Что это значит? Это значит, что живой голос полнее. И суть вот этой истории с Лазарем, что во времена, в то время, когда Матфей писал в своей Евангелии, Лазарь еще был жив, и он сам свидетельствовал о себе. То есть вот эту историю о том, как он был воскрешен и что с ним было дальше, люди слышали из его уст. И не было нужды, то есть Матфею в свое время не было нужды записывать ее сюда. Но люди об этом знали. Когда же мы вот у Иоанна читаем об этой истории, то нужно понимать, что Иоанн писал гораздо позже уже, в то время, когда Лазарь уже умер. Он еще 30 лет прожил после воскрешения. И поэтому он записал, потому что уже не было очевидца, не было живого свидетеля. И поэтому есть записанное слово. Но вот для чего мы вспоминаем воскрешение Лазаря и вот эту историю, как Христос подготовил учеников, для того, чтобы мы понимали, в каком же духе, с какой силой они придут в Иерусалим, что они будут делать, чтобы мы понимали вот эту перемену, что он сделал для них. Лазарь воскрес. Мы видим, что апостолы ободрились, они воодушевились. И Иисус приходит с ними в Иерусалим. То есть он приходит за неделю до Пасхи. Это тоже в Евангелии Атеана записано 12.1. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. То есть он приходит в Вифанию. Это день отдыха. Он остановился у Лазаря, у Марии, у Марфы. И вот на следующий день начинается Страстная неделя. Это на следующий день. Я еще одно место сейчас из Матфея прочитаю, чтобы мы поняли перемену, какая произошла в учениках. Потому что когда они восходили в Иерусалим, тоже Матфей для чего-то записал один факт. Так вот этот факт, вот нужно понимать его смысл, о чем этот факт говорит. У Матфея записано в 20 главе 17 стиха. «Восходя в Иерусалим», то есть как раз это вот подъем от Иерихона в Иерусалим, «И Иисус дорогу отозвал 12 учеников, одних и сказал им». То есть это третий раз он говорит о своих страданиях. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын человеческий предан, будет первосвященникам и книжникам и осудят его на смерть, и предадут язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Вот это он уже третий раз говорит, и помните, первый раз реакция, да, они роптали, второй раз печаль была, а следующий раз, вот мы должны понимать, что третий раз он говорит, это уже после того, как Лазарь воскрес, после того, как ученики видели это своими глазами, то есть когда у них уже вот эта, когда сила Божия их коснулась, когда на самом деле это уже другие люди идут. И вот записана их реакция, она может показаться нам немножко странной, но мы должны понимать ее истинный смысл. Написано в Матфея 20, 20, то есть когда Христос сказал о своих страданиях третий раз, «Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевы, сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него». Он сказал ей, «Чего ты хочешь?» Она говорит ему, «Скажи, чтобы си два сына мои сели у тебя один по правую сторону, другой по левую в царстве Твоем». То есть это на самом деле хорошая реакция, потому что что мы здесь видим? Ропота мы здесь не видим, отчаяния мы здесь не видим, печали мы здесь не видим, а мы видим, что? Мы, конечно, понимаем, что ученики еще во многом слепые, как тот же Вартимей, но одно они уже точно увидели. И знаете, что они точно увидели? Что неважно, что происходит вокруг, царство Иисуса Христа точно будет. Они это точно видят. И они знают, что Иисус точно будет царем. И они знают, что неважно, как обстоятельства будут происходить. Раз Иисус сказал, что он будет царем, значит, так и будет. Раз есть его слова, значит, все по ним и произойдет. Вот у них реакция, наверное, неправильное ожидание, но реакция у них абсолютно верная, потому что они уже верят своему учителям. И они не имеют страха, а имеют даже энтузиазм такой, что мы понимаем, что ты будешь на престоле. Так вот мы хотим по левую и по правую сторону. Понимаете, то есть уже не ропота, не страх. То есть он подготовил их вот с такой энергией, с таким настроем они восходят в Иерусалим. И теперь я вот прочитаю само место, вот вход Иисуса Христа в Иерусалим. То есть это мы уже переходим к страстной неделе. Матфея, 21 глава, с 1 стиха читаю. И когда приблизились в Иерусалим, в Иерусалиме, и говорил, кто сей, народ же говорил, сей ей Иисус, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Вот это вот вход Иисуса Христа в Иерусалим. Событие, я думаю, что самое ясное, самое такое. Очень много проповедуют на это место. Как минимум, каждый год четыре проповеди на вербное воскресенье. Я посчитал, я уже сам четыре раза проповедовал. И обо всём рассказано. Обо всём рассказано. Поэтому я не буду давать панораму, я думаю, что вы сами представляете эту панораму. Я только два факта замечу. И оба этих факта, они напрямую следуют из воскрешения Лазаря, то есть они связаны с ним. Первый факт это решимость учеников. То есть их такая энергичность, деловитость. То есть вот написано, что Иисус повелевает им, а они пошли и поступили так, как повелел им Иисус. То есть у них нету страха, у них есть энергия, сила, они идут и делают всё, что Он сказал. И они прославляли Его. Не только какие-то дела делали, они ещё и прославляли Его. И та вот великая хвала, когда множество людей славили Иисуса Христа, когда пели Ему, когда восклицали, когда вот эти призывы были осанно сыну Давидову. Это было всенародное, но началось это именно с учеников. То есть они как катализатор выступили. Это записано в Евангелии от Луки 19.37. Вот так записано. «Когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, всё множество учеников начало в радости, велегласно, то есть очень громко славить Бога за все чудеса, которые видели они, говоря, благословен царь грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». То есть началось всё с учеников. Они как катализатор, то есть они воспламенили вот этот народ, они его зажгли. И вот надо понимать, что тот, кто начинает, тот, кто велегласно, то есть все молчат и надо начать, громко начать. Это всегда поступок, это не так просто. Мы иногда поём где-то и то, кажется, все свои, кому-то начать, это не так просто. А когда огромная толпа и начать славить, а они способны. То есть у них вот эта решимость и сила есть. Почему есть? Потому что Христос их подготовил. То есть они уже видели воскрешение Лазаря. То есть вот эта сила Божия коснулась. Она движет ими. И они ничего не боятся. И они начинают. Потому что присоединиться всегда легче, чем начать. Но они именно начинают. То есть они катализаторы вот этого хвалы, славы всего, что происходило на спуске с горе Леонской. Второй факт в этом событии мы увидим в людях, что встречали Иисуса Христа. Потому что тоже нужно понимать, что на вот этом спуске с горы Леонской два вида людей было. Так и написано предшествовавшие и сопровождавшие. Сопровождавшие это те, кто спускались. То есть с горы Леонской они спускались вниз к Иерусалиму. А предшествовавшие это те, кто вышел навстречу из Иерусалима. Потому что там как бы двойное движение было. Было движение вниз, но было и движение навстречу. Тоже у Иоанна записано 12.12. На другой день, то есть это суббота, а это на другой день, множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли палимовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали «Ассанна, благословен грядущего имя Господня, царь Израилев». То есть двойное такое движение. Были люди, которые вышли и написано, что их много было людей. И вот это их действие, то, что они вышли, это имело значение. Потому что все, что происходило в этот день на этом спуске с горы Ильонской, оно имело значение. Это был такой язык действий. То, что пели, непростые слова пели, это имело значение. То, что Иисус выехал на Ослике, это все имело значение. Это такой язык, который был этим людям понятен. То, что одежды постилали, это тоже имело значение. И то, что вот эти люди вышли с ветвями, с пальмами и ветвями, это тоже имело значение. Это язык. То есть нам он не совсем понятен, им был понятен. То есть они это делали со смыслом. Почему они это делали? Почему они с этими пальмами и ветвями выходили? Потому что они увидели, они что-то увидели в Иисусе Христе. То есть это именно для Него. Потому что они увидели, поняли и они вот таким образом поступили. И в этом пророчество исполнилось. Почему? Потому что все, что совершал Иисус Христос, об этом было записано раньше. Бог через пророков дал вот эти ориентиры. Как же узнать своего сына? Так вот, было пророчество. у Исаии записано, Исаии 7,14. «Итак, Сам Господь даст вам знамение, Дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Это было дано через Исаю. И у Матфея мы тоже читали, когда в самом начале, в первой главе, через ангела Иосифу было дано напоминание об этом пророчестве. Написано в Матфея 1,21. «Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется, реченное Господом через пророка, который, говорит, Дева в очреве примет, родит сына и нарекут ему имя Эммануил». Что значит «С нами Бог»? Вот дано такое пояснение, что такое Эммануил. Это буквально «С нами Бог». И как это пророчество сбылось? То есть действительно Мария приняла Духа Святого и родила сына. Это сбылось. А потом же мы знаем, что Иисуса, то есть имя, личное имя его было Иисус, а когда же его звали Эммануилом? То есть это же тоже должно произойти. Так вот это исполнение пророчества, то есть когда его нарекли, нарекли ему имя Эммануил, оно совершилось два раза. То есть первый раз это произошло в Галилее, и это тоже связано с воскрешением возле города Наим. Вот первый раз произошло в Галилее, так записано в Луки 7,14. Подойдя, то есть Иисус подошел, прикоснулся к Модру, несшие остановились, он сказал, юноша, тебе говорю, встань. Мертвый поднявших сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери, и всех объял страх, и славили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Бог посетил народ свой. То есть это буквально есть Бог с нами, Эммануил. То есть первый раз у людей в Галилее открылись глаза на Иисуса Христа, и они изрекли вот это Эммануил, Бог с нами, Бог посетил свой народ. Второй раз люди прозрели и нарекли Иисуса вот этим именем Эммануил, это вот уже здесь, при входе в Иерусалим, на вот этом спуске с горы Илеонской. Потому что что это за люди, которые вышли к нему навстречу? Когда Лазарь умер, то написано, что многие из Иерусалима приходили, чтобы утешить его сестер. И когда вот они приходили, получилось так, что они стали свидетелями воскрешения Лазаря. То есть когда Иисус воскрешал, то были люди вокруг, и эти люди были из Иерусалима, которые пришли. И дальше написано, что они ожидали, то есть когда приближалась Пасха, они ожидали, они были в Иерусалиме, и они спрашивали друг у друга, не придет ли Ион про Христа. И вот теперь мы считаем, что когда он пришел, они вышли к нему навстречу. То есть они вышли и определенным образом они вышли, они взяли ветви пальмовые. Так вот это их действие, выйти навстречу, выйти с пальмами и ветвями, это и означает с нами Бог. То есть это признание того, кого они встречают. То есть с нами Бог, Эммануил. То есть вот это сбылось пророчество. как понять, что действительно вот эти пальмовые ветви, они на вот этом языке дел означают Эммануил, означают с нами Бог. Надо вспомнить, что об этом записано в Ветхом Завете, потому что самая корень, откуда это идет, это воспоминания о саде эдемском. Помните, Бог гулял в прохладе и там дерева росли. Так вот воспоминание такое у людей сохранилось, что ну вот пальма, да, это дерево, которое в пустыне дает прохладу, которое дает питание, вот это оттуда. Если мы вспомним, как Соломон храм первый построил, да, помните, что в этом храме кто дал проект этого храма? Помните, кто дал проект? Сам Бог дал проект этого храма, да, то есть это был храм, который был построен по образу и подобию святилища небесного, то есть все, что там продумано, была сделана, архитектура, украшения, да, это все имело, ну, с небес, вдохновлено с небес было. Так вот, что записано про этот храм? В третьей книге Царств 6,29 «На всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев». Дальше в 31 стихе написано «Для входа в Давир, то есть это святое святых, сделал двери из маслячного дерева с пятиугольными косяками, на двух половинках дверей из маслячного дерева, он сделал резных херувимов и пальмы и распускающиеся цветы». Потом дальше там записано о входных дверях в сам храм, и на этих дверях тоже пальмы были. То есть пальма это видимый символ Божьего присутствия. То есть там, где присутствует Бог, там, где можно сказать с нами Бог, Эммануил, вот они пальмы вот эти. То есть они знали про это. У Исаии, когда народ израильский погряз в грехах, то Господь через Исаию дал пророчество. В 9 главе записано 14 стих «И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день». И там дальше объясняется, что это такое, что старец и знатный голова, пророк лжеучитель есть хвост, а вот трость это царская власть, и пальма это Божье присутствие в храме. Когда Израиль ушел в плен, то уже царя не было, то есть трость отнято было, и храм был разрушен, пальма было отнято в один день. И когда они вернулись из плена, то уже у них не было царя, то есть Бог отнял царя. И тот храм, который они восстановили, он тоже, это не первый храм, это гораздо слабее все было. А тот храм, который Ирод отстроил, который сейчас находился у них, там не было Божьего присутствия, потому что там было воровство, там был обман, там было беззаконие, мы на следующем уроке об этом будем говорить. И там не было Божьего присутствия. Но когда они увидели воскрешение Лазаря, когда у них открылись глаза, они поняли, кто же такой Иисус, они поняли, вот, вот, это Эммануил, Бог с нами, Бог вернул, Бог посетил свой народ, Бог с нами, потому что он не там, где золото и мрамор, не там, где Синедрион, не там, где вот этот огромный двор и эти камни позолоченные, а он с нами, он на вот этой дороге, он на Ослике, он в самой простой одежде, он с нами, он Эммануил, то есть вот они тогда берут вот эти пальмовые ветви и выходят к нему навстречу, вот таким образом все это происходило. Такой практический итог к нашему уроку. Размышляйте о воскресении Иисуса Христа, размышляйте в молитве, размышляйте над Библией, рассуждайте, больше находите. Почему? Потому что это сила Божья, это сила Божья, когда мы видим, как воскрешение одного Лазаря, просто человека, да, как оно переменило этих людей, оно весь ход событий там переменило, не потому что это была сенсация, а потому что это сила Божья начала действовать, то есть она излилась через это событие и коснулась многих людей, и воодушевила их, и силы дала, и то, что мы вот называем триумфом Христа, его торжественным входом, это следствие всего лишь одного воскресения, Лазарь был воскрешен, а когда Иисус воскрес, это весь мир переменился уже, эта сила действует уже несколько тысяч лет, и если вы будете приходить к источнику этой силы, рассуждать, прикасаться к воскресшему Иисусу, она и в вашей жизни будет действовать, слава Ему за все это, аминь, давайте встанем и помолимся. Господи, благодарим Тебя за все, что Ты сделал, благодарю, Господи, что Ты вошел в Иерусалим, зная о том, что Тебя ожидает, Господи, Ты вошел, и Ты это совершил, Ты искупил наши грехи, и Ты потом воскрес. Господи, мы верим в это, и мы знаем, что сила, Божья сила, которая Тебя воскресила, Господи, она действует до сих пор, и она в нашей жизни тоже будет действовать, Господи, когда-то, и наше время придет, когда мы умрем, но потом будем воскрешены, Господи, мы знаем про это, мы за это благодарим. Благослови, Господи, помните, и во всех обстоятельствах жизни обращаться к этому. Хвала Тебя за все. Аминь. Запись этой проповеди была подготовлена для вас церковь Вифлеем. Мы, евангельские христиане-баптисты, наша церковь находится по адресу город Минск, улица Горецкого, дом 93.